Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о видеорегистраторе. Пришел он нам с Китая, с Алиэкспресс. Будем разбираться, что это такое, с чем это идет. В общем, производитель Dashcam прислал вот такой вот, хорошо упакованный, с нашей почтой не повредилось ни коробками, там регистратор соответственно. Что было хорошо, внутри уже есть карта памяти, то есть нам не надо заморачиваться о том, где ее взять и так далее. Камера на 32, ой, камера, карта памяти на 32 гига. В общем, давайте посмотрим, что внутри. Такой у нас поролончик проложен, чтобы ничего с камерой не случилось, чтобы ее не повредить во время транспортировки. Сама камера сделана очень добротно, увесистая, в металлическом корпусе. Вот она вся. То есть на объективе есть защитная пленка даже. Все разъемы есть, то есть USB для подключения по зарядке и так далее. Даже есть HDMI маленький, то есть можно подключать телеку, чтобы в хорошем качестве снималась. Карта памяти, которую я говорила, идет в комплекте. Это, наверное, 32 гига. Класса 10, да? Да, 10 класса, то есть скорость чтения и записи будет выше. Ну, тут, соответственно, там выходить в меню, где ставят кнопки управления. Да, вверх-вниз, там ОК для подтверждения, сохранения, блокировки, ну и, соответственно, включение. Ну, наклейки можно открыть, наверное. Тоже, кстати, экранчик защищен, наклеечка была. Что же немаловажно. Что касательно характеристик, снимает она в качестве Full HD, то есть 1080x720. Так, потом в нее идет уже встроенный G-сенсор. То есть, если вдруг вы попадаете в аварию, она автоматом блокирует эти файлы. То есть, описывает, с какой стороны пошел удар и так далее. То есть, эти файлы, даже если вы будете почищать память, не удалятся. То есть, их надо будет удалять отдельно. Блокируется. Потом с функцией она идет ночного видения. То есть, если вы едете ночью, вы будете видеть на камере и... Читать номера и машину. Да, читать номера, машину и так далее. То есть, будет все очень хорошо видно. Так, что там у нас еще в комплекте идет? В комплекте идет крепление на присоске. То есть, в принципе, очень удобно. На присоске тоже идет защитная пленка. Да, защитная пленка, да, чтобы она нормально была. Ну, не отклеившая, не полюшла. Потом у нас идет кабель для подзарядки от прикуривателя. Довольно длинный. Да. То есть, хватит его спрятать, ну, как провести красиво и эстетично. И можно, например, если вы хотите его там подзарядить дома. Кабель тоже есть. Ну, либо там файл сбросить и так далее. Ну, и сама инструкция, соответственно. То есть, без инструкции нам никуда. Инструкция на английском, да? На русском нет. Сейчас посмотрим. Да, все верно, на английском. Ну, в принципе, с обратным русский человек разберется со всем. Ну, в общем, подсоединили к прикуривателю. Давайте посмотрим, как работает. То есть, качество видео очень даже достойное. Да, и да. Четкое изображение. Видать. И далее. Что касательно настроек. А, тут можно, кстати, между прочим, не только снимать видео, но и снимать, как снимки делать. В общем, мы зашли в настройки. Вот, что у нас здесь есть. То есть, в самих настройках мы можем настроить дату, время. Ну, это, опять же, удобно, если вы будете там просматривать видео, когда что произошло. То есть, чтобы было можно доказать. Автовоключение можно настроить. Можно использовать его для парковки. То есть, подключить к нему камеру, да. То есть, можно будет смотреть, что происходит вокруг двух клавишек. Регулировать язык. То есть, по умолчанию он шел на английском языке. Мы установили русский. Подсветка. Частота освещения. Формат видео. Ну, перезагрузить и посмотреть версию по... Так. Вот она, получается, клавиша меню. Ну, а если, например, удалить и так далее, то тоже через это же меню. То есть, можно что-то удалить, либо поснять защиту. Ну, все как обычно. Если что, покупайте достойно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok